Каждый избиратель имеет право проголосовать именно в том округе, где зарегистрирован по паспорту. То есть люди знают, за кого голосуют и что от них ждать. Это принципы прямой демократии. Предварительное голосование – голосование рейтинговое, то есть рекомендательное. И в бюллетене можно отметить не одного, а сразу нескольких кандидатов. Практически всех партии рейтингуют своих кандидатов. Это нормальная демократическая форма. Единая Россия это практикует уже не первый год. Нам самим интересно посмотреть, кто пользуется большей популярностью. Список очень обширен, да? Вы ждете обновления. Конечно, он у нас обновляется постоянно. Приходят молодые люди, достаточно много молодых людей. Голосование можно рассматривать и как исследование социальной проблематики и вовлеченность в нее самого населения. Для меня очень интересно будет не активность, а все-таки количество проголосовавших за того иного кандидата. Сегодня очень важно – это доверие людей к нашим кандидатам. Мне интересно будет, какие все-таки наши кандидаты от партии и просто граждане городского кромочи пользуются большей популярностью и доверием среди нашего населения. Один из счетных участков расположился в девятой школе. Проблемы этого микрорайона хорошо известны. Поэтому сам принцип серьезного отбора своих представителей в Совете депутатов считается здесь совсем не лишним. Наверное, правильно. Во-первых, те, кто работал, оценить их работу, как они работали и достойно ли их выдвинуть во второй или в третий срок. Нам интересно так, чтобы в сентябре пришло как позже больше жителей, для того, чтобы состоялись выборы и были выборы качественными. Я, во-первых, иду и поддержать главу Виктора Сергеевича Азарова. Его команда, которая работала, надеется, в этом году будет работать. Во-вторых, я хочу сказать, у меня есть цели. Ну, не скажу, что такого корыстного плана, но ведь я работал 40 лет директором учебного заведения. Учебное заведение носило имя Корсакова, Героя Советского Союза, и Орден Красной Звезды. Но в связи с приватизацией или с оптимизацией, все это дело сняли. Если хотите вернуть. Хочу вернуть, да, хочу вернуть. Дальше. Надо поддерживать и пенсионеров, и инвалидов поддерживать. Вот. Там есть над чем работать. Мне хотелось бы защищать молодежь, чтобы у них были рабочие места. Оценка многолетней работы депутатов всегда публична. Если есть, что оценивать. Это, в первую очередь, влияет на перспективы дальнейшей работы Совета. Скажем, проектная политика партии «Единая Россия» всегда в центре внимания. Я считаю, что надо отстаивать ту политику, которая сложилась. Потому что за последние годы очень много сделано. И по проектам «Единая Россия». По всем направлениям очень много сделано. Это и очистка, и благоустройство реки Яузы. Те проекты, которые по лесопарковым зонам, по паркам. То есть, очень хорошие проекты. Это надо нарабатывать. А это счетный участок в 19-й школе микрорайона Пироговский. Одна из актуальных здесь проблем – недостаток учебных мест. Микрорайон быстро разрастается, не хватает детских садов и школ. Это первостепенная задача для будущих депутатов. Насколько авторитетные люди будут выдвинуты от партии. Потому что люди, которые имеют авторитет и к которым прислушивается местное население, они, конечно, могут обеспечить больший охват и общение с местным населением, и более эффективно решать проблемы, если они об этих проблемах знают. А это должны быть люди, которые знают о проблемах, которые волнуют то население, с которым они работают. Потому здесь такие надежды на обязательный учет мнений людей, на тех, у кого есть свое мнение и свои кандидаты. Я знаю не всех, но уже за конкретного человека пришла голосовать. Конечно, кто-то считает, что его голос ни на что не влияет. Но практика показывает, что это не так. Ведь обращаться в органы местного самоуправления приходится нередко. И надо знать, кому обращаться, за кого проголосовал. Участие очень важно, потому что мы избираем людей, которые относятся именно к нашему району и будут отвечать за наш район. Кандидатов отмечала по, скажем так, это мой выбор. Людей, в принципе, которых я наслышана, которых я как-то знаю и как-то, возможно, проявляли свою деятельность уже в нашем районе. Можно ставить сколько угодно галочек за тех кандидатов, которые вы решите. И здесь тоже. Вот какое должно быть представление вообще о работе депутата у претендентов, которые выдвигаются сейчас? Претендент в депутаты должен знать прекрасно свою территорию, должен знать и государственные муниципальные органы власти, должен знать, что на муниципалитете, какие предприятия работают, какие образовательные учреждения, какие дошкольные учреждения, социальную сферу. Потому что это все, все аспекты жизни муниципального депутата будущего должны касаться, и он должен владеть всей этой информацией для того, чтобы максимально эффективно использовать тот мандат доверия, который ему дадут избиратели. Для многих жителей уже сейчас есть возможность познакомиться напрямую и узнать, что называется в лицо людей, которые будут представлять их интересы. И выбор при этом есть здесь же, в ходе предварительного голосования. Мы знаем, что этот процесс очень интересен нашим жителям. Когда объявляли эту процедуру, мы приглашали абсолютно всех поднять участие в предварительном голосовании, чтобы не один, два, три человека или каким-то узким коллективом определять тех людей, которые в последующем пойдут, а чтобы наши жители, уже предварительно ознакомившись с программой, определившись и поддержав своим предварительным голосованием, нам подсказали, кого они хотят видеть в будущем составе Совета депутатов. По предварительным данным, в воскресном голосовании приняли участие более 10% от общего числа избирателей городского округа. Это говорит о высоком интересе жителей к предстоящим в сентябре выборам. Окончательные итоги будут подведены совсем скоро. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин